Я бы еще вот к этим офисным советам добавил бы еще один в перерыве слушать музыку донских авторов и исполнителей. Тем более есть хороший повод у давнего друга нашей программы Павла Берденникова вышла новая песня под названием «Донская казачья» и новый клип на нее. Павел Берденников в нашей студии, автор и исполнитель. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Ну, расскажите, собственно, о клипе новом вашем, о новой песне, о клипе. Это же первый ваш художественный клип. Да, у меня всего было три клипа. Сейчас четвертый. Он отличается тем, что он художественный клип. Я давно мечтал, такой клип снял. И вот случай такой получился. Небольшую историю расскажу. Давайте, давайте, конечно. Значит, мы начали его снимать в Ростове, в Дугино. Как всегда, я снимаю там свои клипы. У меня там друзья живут. Вот. И у нас оператор утопил камеру в Дону. Хорошее начало съемного клипа. Да, коптер, он летел, зацепился за дерево, упал, утопил. Ну, и мы стали ждать, когда он его там починит. Вот. И время шло. Мне звонит человек. Написал в Инстаграме. Незнакомый. Говорит, Павел, я вот слушаю ваши песни. Я сам в Москве живу, но я сам с Вешек родом. И я каждый раз уезжаю в Вешке в отпуск. И под вашу песню «Здравствуй, Тихидон» у меня песня такая. Да, да, да. Вот. Ну, похвалил меня. Познакомились. И я ему говорю, ну, я как раз вот сейчас написал еще одну песню новую. И начал клип снимать на нее. А он мне говорит, а вы не хотите в Вешках снять клип? А я в Вешках никого не знаю. Я один раз был в Вешках. Но с удовольствием согласился. Говорю, конечно, если поможете, я сниму. И съемочная площадка перебазировалась. И он организовал мне там полностью все. Коллектив Донского сияния, там казачий такой есть. Они мне помогли. И режиссер там был. То есть я приехал на все готовое, познакомился. Когда я увидел этих людей, я понял, что я не буду влазить в творческий процесс. То есть вы никак не участвовали в плане написания сценария? Нет, в этом клипе нет. Уже был сценарий, мне показали. И я вижу, что люди такие профессиональные. Думаю, доверюсь я им. И вот мы с утра, с 8 утра до 11 вечера этот клип сняли за один день. Все за один день? За один день. Атмосфера была классная, красивая, казачья такая настоящая, окунулся в быт. А про песню немножко расскажите. А песню написал до этого. Быстро как-то она получилась недавно. Написал ее даже сам не ожидал. Ну, такое бывает. А, Павел, еще один вопрос, связанный опять же с знаменитой станицей Вешенская. Вы в этом году выступали на фестивале «Шолоховская весна». Да. А в прошлом году, если я не ошибаюсь, он не проводился, по-моему, из-за пандемии. Он был онлайн. Нет, он проводился. Просто он был в таком сокращенном варианте. Вот расскажите, как в этом году прошел фестиваль? Вот он прошел. Я выступал во Дворце культуры. Там просто было сокращено количество мест, зрителей, наполовину. Вот. И меня пригласили, я очень рад этому. Я всегда хотел там выступить. Я для этого и написал казачьи песни. Две у меня казачьи песни. А, вот, вот, я вас понял. Да. Вот. И вот выступил. Мне очень понравилось. Я надеюсь там еще выступить. Павел, мы тоже очень надеемся, что вы еще выступите, еще подарите нам новые хиты. Скажите, что в планах вообще? Какая-то, возможно, реализация нового? Да, прежде чем мы будем смотреть клипсы. В планах у меня, конечно, выпустить второй свой альбом. Я же выпустил, у меня первый диск вышел. Который мы с удовольствием прослушали, когда вы в прошлом году нам его подарили. Да, да, да. И мы прекрасно помним так. Вот. И сейчас потихонечку пишу второй альбом. Уже много набросок. Сейчас надо заканчивать эти песни. И, надеюсь, выпустить второй альбом. Ну, давайте, ну, немного для нас и наших зрителей проспойлерим. О чем новый альбом? От такой же любви и еще больше любви к Донскому краю? Абсолютно разные песни. Я даже сам не ожидал от себя. Не могу сказать, что там именно какая-то конкретная идет тема. Разные песни обо всем. И, конечно, и Ростове тоже будет. И о чем-то другом еще. В общем, Павел, мы будем с нетерпением ждать выхода альбома. Дорогие друзья, Павел Берденников, автор и исполнитель, был у нас сегодня в гостях. Павел, ну, а сейчас, собственно, для всех, для нас, Алены, для вас, дорогие друзья, клип нашего гостя на песню «Донская казачья». Смотрим. Домой охота. Своих повидать. Навоевались. Навоевались. Бабы с ребятишками там дома засидели, все, шерошка лосится, убирать скоро. Вовремя поспеваем. Когда на тихий дом придет весна, И зацветут сады. Коль воды свои разольет река, Знать, побегут ручьи. Гуляй, станица, пой, пляжи, Играй, гармошка, души. Седлай коня, целую жену, Под ковы дробью пыль дорожную встряхнут. Целую жену, седлай коня, Степной простор поманет запахом пьяня. Степной простор поманет запахом пьяня. Когда на тихий дом придет пасха, Из ней благая весть. Великий день украсится изба, И, Боже, дождь нам донесь. Народ в гулянии закружит, Христос в воскресе зазвучит. Седлай коня, целую жену, Да лопом кони в степь донскую унесут. Целую жену, седлай коня, Степной простор поманет запахом пьяня. Степной простор поманет запахом пьяня. Когда на вольный дон придет война, И стая басурман, Враз шашкою разрубит тишину Наш батька атаман. Судьбой разлука суждена, Ему война, мать родна. Седлай коня, целую жену, На тельне креста бежет в лихом бою. Целую жену, седлай коня, И воротайся в дом, там ждет тебя родня. Сыновья. Седлай коня, целую жену, На тельне креста бежет в лихом бою. Целую жену, седлай коня, И воротайся в дом, там ждет тебя родня. Сыновья. Субтитры лихом бою. Субтитры лиха. Субтитры лиха.